Всем привет! Ноябрь и декабрь это то время, когда начинаю резать тыквы. В этом году я вырастила 4 сорта тыквы и 2 сорта лагинарии. Ее еще называют тыква декоративная. Видео решила снять частями. В одном видео про все сорта не расскажешь, это будет очень долго и неудобно. Поэтому сегодня речь пойдет о таком сорте свитреба. Еще ее огородники называют желудевая тыква. Это сорт аккорн. Это из группы твердокорые. Семена вот этой фирмы сеяла. Всего лишь было 3 семени. Отзыв о всех тыквах, которые здесь находятся у меня в данный момент на столе, которые я вырастила, это из личного опыта. Все о выращивании, об уходе и о сборе все найдете в видео моих. Что хочу сказать об этом сорте. Это ранний кустовой сорт. Плоды формировались у основания стебля. Сразу скажу о своей ошибке. Я впервые выращивала этот сорт и тем более кустовой. Я высадила все... Была, во-первых, хочу сказать, 100% схожесть. Все 3 семени все взошли. И все их 3 я высадила. Но, как оказалось, близко друг к другу. Так как я привыкла сажать длинноплетистые такие тыквы, плеть уходит, она располагается. Я ее кладу так, как мне удобно. А здесь был куст. Я об этом не подумала. И получилось, что у меня посадка была плотная. Очень хорош сорт. У кого маленькие участки. Куст очень компактный. Листья небольшие. Сами плоды, кстати, тоже небольших размеров. Еще их называют желудевые. Производитель здесь нам что заявляет? Что один плод весит 450-750 грамм. У меня плоды все большие вырастали. Сейчас измеряем. Допустим, эта тыква весит 765 грамм. Это 867 грамм. Вот есть самая маленькая. Взвесить. Самая маленькая тыква весит 596 грамм. Отличный порционный размерчик. Цвет плодов темно-зеленые. В этом году вообще в Московской области была затяжная весна. Поэтому после высадки в открытый грунт серая осада замерла. Но потом отошла, когда тепло уже пошло. И вначале было очень мало завязи. Образовалась одна всего лишь тыква. Я думала, вообще не будет урожая. Они сначала завязываются светло-зеленые. Даже чуть беловатые. Зелеными прожилками. А потом темнеет до темно-зеленого цвета. Это их биологическая спелость. Потом постановилось теплее. Появились завязи. Был очень хороший урожай. Я собрала примерно около 15 тыкв. Это уже остаток. Это я уже большую часть раздала. И вообще, если бы у меня не была бы уплотнена посадка, было бы еще больше. Некоторые плоды, как вы заметили, начали желтеть. Вот такая интересность появилась. Это плоды. Вот данная тыква лежала у меня на кухне в тепле. И поэтому она стала желтеть. А вот, допустим, вот эти тыквы, которые зеленые, без желтизны, они находятся на прохладной лоджии и накрыты ветошью. И они совсем не пожелтели. Про тыкву саму я все рассказала, про сами плоды. И теперь самое интересное. Разрежем, посмотрим, что же внутри. Для интереса я немножко ее заморозила. И хочу показать, как раз после съемки, что происходит с тыквой после разморозки. Много ли от нее остается сока. Я вообще тыквам люблю ставить вкусовые баллы по пятибалльной шкале. И вот этой тыкве я по вкусу даю 4,4 балла из пятибалла. Кора у этой тыквы, такая деревянная немножко, режется с усилием ножа. Как и у других тыкв, которые для хранения, у нее образуется вот такой восковой налет. Сейчас хочу показать. Вот. Воск. Цвет мякоти. Цвет мякоти ближе к желтому. По структуре она не водянистая. Мякоть очень плотная. Но и не сухая. Когда я ее езжу, знаете, мне напомнила морковь. Но не по вкусу, а вот именно по плотности, по хрусту, когда ты ее кушаешь. Когда муж ее попробовал, он сказал, что похоже на зимнее яблоко, когда оно еще такое, немножко дубовое. Мне понравилось. Вкусно похрустеть в свежем виде. Отлично. Такого явного тыквенного запаха у этого сорта нет. Ну, сейчас я, конечно, попробую. Как я уже сказала, она хрустит. Где ближе к семечкам она более рыхлая, а здесь она более плотная. Производитель пишет на упаковке, что мякоть у этой тыквы плотная, действительно так вкусная и одна из самых сладких. И вкус даже напоминает кремовый. Ну, насчет этого, с этим я бы с производителем поспорила бы. Потому что вкус, я не скажу, что он сладкий, он больше подходит к вкусу нейтральному, что скорее всего. Потому что есть и тыквы послаще. Уж я-то это знаю. Такой обычный нейтральный вкус. С привкусом, конечно, тыквы. На разрезе вот здесь как раз видно, что выделяются капельки тыквенного сока. Она не совсем сухая, влага в ней есть. Я ее готовила в горшочках, с мясом, с овощами. Она держит довольно-таки неплохо форму и поет также для запекания. Вот если, допустим, сравнить уже с замороженной тыквой, я самую первую, когда разрезала, она была более ярче. По цвету мякоти была ярче. Это тыква побледнее. Семена такие кремового, серо-кремового цвета. Они маленькие, но все наполненные. Мы даже эти семечки не жарили, а просто я их промывала, высушивала и употребляли их прям в сыром виде. Они после сушки очень вкусные. нам понравились. В общем, вот такая вот тыковка. Семен довольно-таки много. Как я уже сказала, что этой тыкве дают 4,4 балла из 5. Я не скажу, что это много для тыквы. Есть у меня сорта, которые заработали баллов больше. Поэтому сажать буду ли я ее на следующий год, не знаю, может быть. Но что вообще меня привлекло в этом сорте? Это, конечно же, ее размер. Это, знаете, там на 2 раза приготовить максимум, а то или на 1. Внешний вид понравился, конечно, очень привлекательный, необычный. Понравилось, что она кустового типа. Не занимает много места. Можно посадить один куст, и для одной маленькой семьи этого будет достаточно. Но вкус немножко подкачал этой тыквы. Все бы хорошо, но вкус тоже для меня имеет значение. Замороженная тыква кусочками растаяла. И хочу вам заодно показать, как она выглядит после разморозки. Кусочки идеально сохранили свою форму. Тыква не размякла. Бывает, знаете, тыкву размораживаешь, и она просто плавает в собственном соку. С этой тыквой все наоборот. То есть сухие вещества в этой тыкве преобладают. Сегодня я рассказала о таком сорте тыквы Аккорн. Свитреба. Тыква желудевая еще ее называют. Все о выращивании всех сортов тыкв. Заходите на мой канал и смотрите видео. Плейлист огородный сезон 2018. А выращивать у себя на огороде такой сорт тыквы или нет, решайте сами. Заходите ко мне на канал, подписывайтесь, потому что впереди еще сорта тыквы, о которых я вам хочу рассказать. И всем пока!